С начала полномасштабного вторжения России в Украину удалось идентифицировать более 19,5 тысяч детей, которых незаконно депортировала Москва. Реальное же число в разы больше считают в офисе омбудсмена Украины. Маленьких украинцев отвозят в специальные центры на территории Федерации или на временно оккупированных российской армией территориях. Там с ними проводят пропагандистскую работу, а подростков начинают готовить к армии. Так, во временно оккупированном России и Крыму открыли специальный центр «Авангард», в котором разместили более 100 учащихся 9-11 классов. Там их обучают основам военного дела. Распространением пропаганды, связанной с войной, российские оккупанты пытаются стереть в наших детях украинскую идентичность, разорвать их связь с родной страной. «Милитаризация России образования и навязывание своей идеологии детям на временно оккупированных территориях Украины являются военным преступлением в соответствии с международным гуманитарным правом». Дмитрий Лубенец. Уполномоченные Верховные Рады Украины по правам человека. В Телеграм. Российские власти специально усложняют процесс поиска украденных детей, изменяют данные в документах или попросту отдают их на усыновление россиянам. При этом часто у ребенка остаются родители или члены семьи в Украине. На данный момент зафиксировано уже 386 подобных случаев. Тем не менее, Украине удается возвращать детей домой. Так, команда «Сейв Украин» вернула еще 19 маленьких украинцев. А официальный Киев создал специальную инфраструктуру для реабилитации детей после возвращения. «Мы помогаем каждому такому ребенку. Это может быть психологическая, медицинская помощь и помещение в учебное заведение, а также материальная помощь, обеспечение социальным жильем по возвращении. По сути, все, что необходимо. Составляется индивидуальный план сопровождения ребенка или семьи, который будет осуществляться под руководством куратора. И вместе с гражданскими, международными организациями, государственными органами мы обеспечиваем все необходимое, чтобы такой ребенок или семья чувствовали себя комфортно дома». Ирина Тулякова – руководитель Координационного центра по развитию семейного воспитания и уходу за детьми. В эфире телеканала Днепро ТВ. Системная работа по этому вопросу на государственном уровне заблокирована Россией. Так, уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что Москва не передала списков депортированных детей, хотя публично отчиталась об этом. Киев пытается добиться от международных организаций и союзников большего давления на Российскую Федерацию. Насильственная депортация украинских детей стала одной из главных тем на конференции ОБСЕ в Варшаве. «Российская Федерация мечтает о том, что каждого ребенка будут возвращать при участии офиса Марии Львовой Беловой для того, чтобы просто давить на этих законных представителей и на самих детей. Но мы говорим о том, что нужен юридический механизм, где права ребенка и права законных представителей нарушаться не будут. И поэтому Украина с таким месседжем выходит на международную арену, а неправительственные организации ее поддерживают». Помочь вернуть несовершеннолетних граждан Украины домой можете и вы. Если вы проживаете на территории Беларуси, России или на временно оккупированных территориях Украины и обладаете информацией о депортированных детях, напишите в телеграм-канал «Я тут». Киев гарантирует вам анонимность. Не участвуйте в международном преступлении. Данила Кобза для телеканала «Фридом».